Насколько эффективно в республике работает система «Безопасный город» и нет ли в ней сбоев, об этом говорили на совещании по правопорядку. По камерам, установленным на улицах, правоохранителям проще следить за порядком в общественных местах. На мониторах весь город, как на ладони. Благодаря системе «Безопасный город» с начала года удалось зафиксировать несколько десятков преступлений и более тысячи административных правонарушений. Казалось бы, при всей эффективности умной техники проблемы все же есть. Первое – банально не хватает самих видеокамер. В этом году на их покупку и обслуживание было выделено 95 миллионов рублей. Но муниципалитеты почему-то на новую технику деньги не тратят, а вкладывают средства только на техническое обслуживание уже имеющейся системы видеонаблюдения. К слову, с января в регионе купили только три новых устройства, сообщили в управлении Организации общественного порядка МВД Почувашии. Кроме того, на совещании подчеркнули, во многих общественных местах вообще не установлена ни одна камера. А это значит, что если там произойдет ЧП, выяснить, кто виноват, будет сложно. В качестве еще одной проблемы правоохранители приводят тот факт, что часть оборудования не функционирует. В республике в общей сложности не работают 128 камер видеонаблюдения. У нас нет единой платформы, где бы вся информация и единый собственник был, и который заключал для осуществления обслуживания и последующего ремонта данных камер. И проводить и биометрическую идентификацию правонарушителей, и через систему автоинтеллект распознавать нарушения транспортных средств, которые участвуют в правонарушении. И это в первую очередь в помощи и вам, уважаемые главы администрации.